Референдум в Нидерландах Вполне объективно все сделали, чтобы привести. Там были использованы в широкой степени все эти пиар-технологии, поэтому ни о каких таких фальсификациях выборов здесь даже речи нет. Больше всего на этот результат подействовал масштабный визит украинской делегации во главе с министром иностранных дел Климкиным, который проплатил Сорос. Сами сделали этот результат. Это очень эффективная пиар-технология, которая осуществила Украина. Майдануты же только прыгать на Майдане могут. Поскакали и получили результат. Зачем это нужно? Мы неоднократно говорили о том, что Украина переводится из подуправления Соединенных Штатов под управление Европы. Соответственно, этому Украина должна наконец получить отворот-поворот. Она должна стать не криптоколонией, а конкретной колонией. И в этом отношении речи не идет о том, что какие там ассоциации действуют или не действуют. Там решаются совершенно иные договора и решаются через соглашение, вернее даже не соглашение, а по-украински. Вообще это очень хорошее слово, выражающее именно украинский менталитет. Угода. То есть, когда киевское правительство подписывает угоды, как бы еще угодить Западу? Они сами ищут эти возможности угодить Западу. А Украину уже переводят. Таким вот образом происходит формальная отстройка. То есть, ребята, забудьте о вхождении в Европу. Видите, люди против. Поддерживают практически все. Раз все поддерживают, что вы не нужны, значит вы и не нужны. Значит у вас есть другой вариант. Ну дальше скачите на Майдане, бегите убивайте русских на Донбассе или в России. А мы за это будем и дальше сокращать ваше присутствие вообще в цивилизованном, так скажем, пространстве. Вашу численность сами себе сократите. А нам земли ваши нужны. Кстати, вот одно из последних событий в правительстве Украины. Отставка Арсения Яценюка. Отставка Яценюка как раз и связана с этим. У Соединенных Штатов была еще, ну как бы, надежда определенная. Они же тоже не издают все позиции сразу по Украине, а они отступают. И отступая, они, в общем-то, готовят себе позиции, где и как отступить, чтобы было планомерное, а не бегство. И поэтому они надеялись, что вот этот референдум, он даст возможность, вот если проголосуют за ассоциацию, значит Европа не выходит из-под контроля Соединенных Штатов. И Украину можно будет пристегивать как вот это, как ядро к арестанту, к Европе. И таким образом вводить и Европу, и Украину. Но поскольку Европа управленчески переиграла Соединенные Штаты и отстраивается, значит нужно сдавать позиции. И вот здесь наступает интересный момент. Помните, мы говорили о том, что Яценюк должен быть отставлен по планам Соединенных Штатов где-то в мае. То есть до мая он должен дотянуть. Несмотря на то, что мая уже как бы близко, но тем не менее еще есть время. И отставка Яценюка, она должна положить начало полномасштабной войне на Украине, которая выльется на территорию России и на территорию Европы. Так вот, 8 апреля, за два дня до отставки Яценюка, уже после референдума, и когда стало ясно, что Яценюка будут убирать, Глава Донецкой военно-гражданской администрации, это киевская банда Ишибривский, объявила о скором начале боевых действий и наступлении на Россию. Вот как только он объявил, то произошли очень интересные события. Уже через три часа практически все украинские СМИ сообщили, что он берет свои слова обратно, и его не так поняли. Что это вот он-то лично готов, а вот Украина не готова. А о чем идет речь? Для всех свидомитов, майданутых, был определенным знаком. Уходит Яценюк, на Украине начинается полномасштабная война всех против всех, и она, естественно, захлёстывает и Россию. Россия будет вынуждена принимать определенные управленческие меры, и в том числе и военного характера, и это уже приносит войну как бы на территорию России. Захлёстывает Европу, и Европа тоже должна будет принимать такого же рода меры, и тоже война приходит нам. Но ему наступили на хвост сразу, и он сразу начал оправдываться. А почему? А потому что, как только Яценюк ушел в отставку, ему сразу же позвонил Байден. А Байден – это представитель глобальной элиты, не страновой. И этот звонок означает, что отставка Яценюка для Украины не значит, что там должна быть развязана полномасштабная война. Она проходит планово под руководством глобальной элиты, и проводится она в целях передачи управления Украиной Европе, чтобы отрезать Россию. Так что, насколько у них получится, там очень серьезные маневры. Вот надо понимать простую вещь, что Соединенные Штаты имеют в лице вообще фейлидстейт, вот этих фейковых государств, а и Украины в частности. Вот в американских мультфильмах и в комедийных фильмах всегда есть такой пассаж. Есть злой, очень умный персонаж, ключевой, играющий головную роль, который замысливает очень тонкие операции. И вот если ему это удастся, он будет вообще во главе всего и вся. Но дело в том, что у него помощники полные дебилы. Они искренне преданы хозяину, но они не знают, как что сделать. И они вообще совершают ошибки буквально на каждом своем шагу. В результате этого. И вот, казалось бы, все уже пришел к финишу, а благодаря этим помощникам ты получаешь совершенно не тот результат. И более того, это часто означает крах. Так вот, о чем американские фильмы? Вот этот злоумышленник, ключевая фигура, это страновая элита Соединенных Штатов. А те, при помощи кого они реализуют свои планы, это национальные элиты, вот эти фейлет стейт. Ну и у нас, кстати, такие, как Улюкаев. Какие они знающие? Он говорит, даже примера Камерон не может взять. А Камерон сразу врубился, что надо каяться. Камерон. 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 Камерон.